Нур, привет друг, это Зверько. Ну что, теперь и у нас есть маленький парк юрского периода. Итак, это плут Бартс, верхом на детоне. Кому как, а мне Бартс напоминает мошенников из мира Звездных Войн. И сразу плюс персонажа. Главное, что это не очередной примитивный человек-герой. Специализация героя у нас танк-боец. Обычно такие танки не становятся основными, но по-моему Бартс может справиться с этой задачей, но требовательный к рукам. Но для начала маленький перерыв на спонсора. Друг, у Mobile Legends появился новый официальный партнер по продаже игровой валюты SmileOne. В этом магазине ты можешь купить алмазы дешевле, чем они стоят в игре. Больше вариантов пополнения и даже не нужно регистрироваться. Заполняешь пункты с игровым ID и сервером, выбираешь сумму и оплачиваешь. Готово. На твой счет придут чистые алмазы. Я лично узнавал у администраторов. Чтобы приобрести алмазы, переходи по моей ссылке в описании. Давай взглянем на навыки. Есть ряд подписчиков с интеллектом земляного червяка, которые уверены, что ты тупо зачитываешь навыки. Видимо, в зародыш мозга или что там у них уши соединяет, не закрепляется информация, что я вдобавок объясняю особенности механики навыков. Да и гаид будут смотреть новички, которые не знакомы с героем. Ну что же, от тупости они сами страдают, бог с ними. А ты будь внимательнее, мой любознательный друг. Пассивка. Поражая противников навыками, бардс будет получать стаки и увеличиваться в размерах. За каждую единицу стака он получит 5 физической и 5 магической защиты плюс 3 процента стойкости, но есть ограничения. Стаков может быть не более 25 и держатся они недолго. Однако 25 стаков это 125 физической защиты плюс 125 магической защиты. Это просто... И вдобавок 70 процентов сокращения времени контроля. Давай заведем копилку. Повод для 25 стаков. И ты такой, о да, возьму ботинки на 30 процентов стойкости и будет 100 процентов защиты от контроля. Нет, мой маленький прогулщик алгебры. Проценты высчитываются по порядку. И это часть чего-то, а не сами числа. Например, у Селены максимальный стан 3 секунды. Отнимаем 70 процентов, остается 9 десятых секунды. А теперь из этого времени отнимаем 30 процентов и остается 0,6 секунды. А если еще сверху накинуть зелье защиты, которая дает минус 15 процентов контроля, то 0,5 секунды. Одну десятую секунды по факту никто не заметит, но мы можем так сделать. То есть какая-то часть контроля так или иначе будет проходить. Также отталкивание Акая не будет давать перемещаться Бартсу. А контроль по давлением от ульты Франка или Кайя также не сокращается. Дальше. После набора 16 и более стаков Дитона начинает расти. И его атака вместо облизывания становится топотом. Этот топот имеет бонусы к урону и от физической атаки и от твоего максимального здоровья. А это значит, что билд танка тоже будет наносить существенный урон. Более того, урон будет по площади и чуть замедлять противника. И тут некоторые захотят собрать его в автоатаку. Но что не прописано в навыках, так это то, что у Бартса есть штраф минус 50 процентов скорости атаки от предметов и эмблем. Это я рассказывал в обновлении 1506. Привет тем, кто меня не смотрит. Например, покупаешь нож на 10 процентов скорости, а он дает лишь 5 процентов. Или напокупал предметами на 100 процентов скорости атаки и получил лишь 50 процентов скорости атаки. Но возвращаясь к бонусам от пассивки. Опытные эсмеральдоводы смогут поддерживать 25 стаков и раздавать направо и налево и танкование, и урон. Урон по области с замедлением отправляется в копилку. Далее первый навык. Наш основной набиватель стаков и неплохой дамаг. Урон делится на две части. Первое это плевок детоны нефтью. У него бонус к урону также от максимального здоровья твоего героя. Плюс на врага накладывается легкое замедление. Второе это после плевка идет поджог. Там бонус от физической атаки и в целом основной урон в ней. Каждые несколько стаков радиус навыка увеличивается. А конкретно на 6, 11, 16 и 21 стаке. Еще одна монетка в копилку стаков. Второй навык. Бартс выпускает пару ракет, которые отталкивают противника в направлении к бардсу. В навыке опять же не указано, но этот толчок вызывает короткий эффект оглушения. Срабатывает толчок не сразу, а почти через секунду. Однако очень удобный контроль на самом деле. Но скилловики могут увернуться от него. Ульта. Если коротко. Детона выжидает, проглатывает, а потом выплевывает противника в выбранном направлении. Пока противник проглощен, твой герой имеет полный антиконтроль. Если противник влетает в стену, башню или других героев врага, то и он, и противники оглушаются на одну секунду. Урон имеет бонус от твоего максимального здоровья. В настоящее время не совсем корректно работает область захвата. По идее, если ты убежал из нее вовремя, то тебя не должно захватывать. Но пока что ульта срабатывает на ура, если ты не отскочил сразу от инициации бардса. На каждый 6, 11, 16, 21 стак урон от ульты также увеличивается. И это опять идет в нашу копилку стаков. Итого 6 поводов поддерживать 25 стаков. И маленький бонус. После воскрешения на базе или бессмертием, бардс будет иметь 15 стаков сразу как воскреснет, если у тебя ульта вкачана на 3 левел. То есть, воскреснув, есть шанс сбежать или отбиться. Итого, имеем мощную пассивку, 2 урона по области и 2 крутых контроля. Неудивительно, что бардса сейчас еще можно использовать как неплохого дамагера. Однако, шестое чувство мне подсказывает, что в дальнейшем ему будут срезать его урон, как это было с многими танками до него. Но, пока этого не сделали, можно собирать его в брузера. Эмблемы танка по традиции берем с первым перком. В сумме с пассивкой бардс будет невероятно живуч. А в дамагера можно взять третий перк танка, ударная волна или эмблемы бойца со вторым перком. Среди дополнительных навыков самый оптимальный вспышка, поскольку он отлично подходит к нашей ульте и комбинациям в принципе. Ну или можно взять исцеление, если тебя часто убивают, пока ты используешь ульту. Сборки, конечно, будет две. Поскольку вот-вот обновление Next, то и собраны они с учетом его изменений в свойствах и картинках. Сборка танка. Прочные сапоги, плюс 30% к антиконтролю, будет и хорошим бонусом и дезморалить противника. Штормовой пояс, обеспечит нас маной для навыков. А навыки, как ты помнишь, это поддержка стаков. Плюс урон и замедление после применения навыков. Плюс урон и замедление после применения навыков. Итого, мы получим от автоатаки два замедления и два урона по области. Проклятый шлем. Это и защита от магии, и увеличение урона, и хороший бонус по здоровью, который также даст бонус к урону. Древняя кираса. В обновлении Некст кираса за три стака будет уменьшать у противника физическую атаку аж на 30%. Три атаки по тебе и третьего урона просто нет. Щит Афины. Теперь не дает внешний щит, но уменьшает на 5 секунд весь входящий магический урон на 25%. Ну и пассивная защита от магии никуда не делась. Последним предметом берем либо защитный шлем, либо бессмертие для командной игры. Сборка дает сильное снижение по входящему урону и неплохой ап дамаги самому барцу. Сборка в урон. Ситуативные прочные сапоги. Можно заменить на то, что удобно. Топор кровожадности для исцеления с навыков. Опять же поезд просто мастхев. Клинок отчаяния. Сильный буст нашего урона. Крылья королевы обеспечат выживаемостью в трудную минуту. И если у тебя вкачанные эмблемы, в этот момент будет уже минус 40% к времени перезарядки навыков. Последним выбираем то, чего не хватает. Защитный шлем, золотой метеор, клинок семи морей или даже мимолетное время. Напомню лишний раз. Сборки всегда ситуативны. Выбирайте и переделывайте под свой стиль игры и под ситуацию в бою. Мои сборки лишь один из вариантов. Тактика и хитрости. Бартсу нужно набрать 4 уровень и после можно взять маску мужества. Хотя Бартс все-таки нуждается в фарме. А бонус к фарму от масок все вырезается. То можно и отказаться от нее. Проверять кусты можно любым из двух навыков. Однако у второго слишком долгая перезарядка. Поэтому кидаешь первый навык и смотришь появились ли стаки и значок хп сверху. У Бартса очень удобно сделан контроль. Второй навык, как и ульту, можно использовать для того, чтобы выдернуть противника из группы врагов и кинуть к своим, подобно кусаке. Или также отзонить врага от дружественного дамагера. Например, у вас идет схватка и ты видишь, как к магу, который стоит в третьей линии, подскакивает боец или убийца. Подтягиваешь врага вторым навыком, пожираешь ее и выплевываешь врагов их дружка. Также можно выдергивать дамагера из стана врага. Жрешь его, плюешь в свою араву, накидываешь замедленнее первым навыком и автоатакой и дергаешь его обратно вторым навыком, если жертва решила сбежать. Вариантов просто куча. Более того, вспышка работает чуть ли не лучше, чем у Франка. Если телепортироваться в момент пожирания или прицеливания плевка, можно увеличить расстояние плевка. Связка такая. Второй навык, пожирание, вспышка, плевок под башню, замедление первым навыком и автоатакой. А там и второй навык перезарядится. Но есть простое противодействие ульте. Это мгновенно среагировать и отпрыгнуть, либо прожать очищение до того, как тебя сожрали. Во время подготовки над жертвой виден знак, но он довольно небольшой. Все зависит от внимательности жертвы. Кроме того, Бартс довольно уязвим для входящего урона, пока применяет ульту и неплохо бы иметь при себе как можно больше стаков, чтобы не раздамажили. Итак, главное, помни, у Бартса штраф минус 50% к скорости атаки, у него нет 100% защиты от контроля, но он сам вносит уйму контроля и урона, и чем больше стаков, тем лучше. На этом почти все, но у нас традиционный конкурс. Я разыграю облик на выбор победителя ценой в 750 алмазов, как только видео наберет 30 тысяч просмотров. Для участия нужно сделать ряд традиционных и простых движений. Быть подписанным на мой канал, убедись, что тебя видно, на кого ты подписан, поставить лайк видео, поделиться им в любых социальных сетях, чем больше, тем лучше, и оставить комментарий более чем из пяти слов. Задача на пару минут, и ты в игре. Кстати, можно будет выбрать несколько призов, лишь бы они в сумме не превышали призовой фонд. И вот теперь все. Участвуй и выигрывай, как конкурсы, так и бои. Жму лапку, друг.